В Ледовом дворце Алматы-Арена продолжаются соревнования по фигурному катанию среди женщин. В данный момент девушки показывают свободную программу. Как и накануне, Казахстан представляет три фигуристки. За их выступлениями наблюдает наша съемочная группа. И на прямой связи со студией Татьяна Напольская. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, что происходит сейчас на Ледовой арене. Здравствуйте, Эльвира. Состязания только начались. Только что выступила наша женсая Адыханова. Мне показалось, что выступила неплохо. Правда, девушка один раз упала. Но вы бы видели, как поддерживает ее зал. А сейчас вы слышите, трибуны гудят. Это выходит еще одна казахстанская спортсменка Вероника Шевелева. Давайте пожелаем обоим нашим девушкам удачи. А я хочу напомнить, что сегодня второй этап состязания финалисток. Свободное катание. Накануне девушки откатали короткую программу. К сожалению, наши спортсменки не сумели показать хорошие результаты. Но я думаю, что здесь сыграл свою роль целый ряд факторов. Ну и в итоге, по итогам первого дня состязаний, в лидерах две российские спортсменки, Ирина Родионова и Елизавета Туктамышева, наши фигуристки пока занимают следующие позиции. Айза Мамбекова на 16 месте, женсая Адыханова и Вероника Шевелева на 23 и 24 соответственно. Не скрою, что от Айзы мы все, и в том числе ее тренеры, ожидали лучших результатов. Но, как вчера сказала сама девушка, в самом начале своей программы она совершила ошибку и упала. Надеюсь, что сегодняшнее свободное катание будет для Казахстана более результативным. Тем более, что... Вы слышите, этот зал встречает нашу Веронику Шевелеву. Тем более, что я продолжу. Вчера Айза Мамбекова сказала, что не поднимается на вершины, тот, кто никогда не падает. Сегодня на лед Алматы-Арена одна за другой. Выходят 24 спортсменки из 15 стран. Планируется, что выступления продлятся до 21 часа. Те, кто по итогам первого тура вошел в сильнейшую группу, выступят последними. А потому и общие результаты можно будет оценить только к концу соревнований. Так что будем ждать вердикта судей и болеть за наших. Эльвира? Благодарю, Татьяна. Будем держать кулачки за наших девушек.